Ребята, небольшая демонстрация для вас. Разложил все детали будущего фонарика в линию, так как они будут стоять в будущем. Насколько вы можете видеть, не хватает только одной детали, которой мы и займемся. Один из подписчиков предложил мне не скрывать эту красоту, а сделать полупрозрачные окна, чтобы был виден медный радиатор. У меня есть идея на этот счет. Сегодня нас ждет интересная, увлекательная токарка. Не буду затягивать и приглашаю всех к станку. Аня, чертеж готов? Да, видишь, здесь есть смотровые окошки. Мне так же сделать? Да. Понял, приступаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А теперь моя любимая фрезеровка. Сейчас необходимо профрезеровать 6 иллюминаторов. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, технология отработанная. Можно сказать, и с каждым разом получается все лучше и лучше. Продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребятки, готово. Точь в точь, как на чертеже главного конструктора. Моей дочери. Сейчас аккуратно шлифану все это дело и приступим к следующему этапу. Сейчас еще немного фрезеровки. Заряжаю вот такую интересную фрезу. Эта фреза резьбовая. Применять ее буду не по назначению. Сейчас по периметру в окошках мне нужно профрезеровать пазы. А для чего это нужно поймете чуть-чуть позже. Субтитры сделал DimaTorzok Закончил фрезеровку. Ребята немного шлифанул. Убрал все заусенцы. Вот такие аккуратные пазы получились. Сделать их нужно было обязательно. Для того, чтобы эпоксидка впоследствии после застывания не вылетела. Кто давно на канале, наверное, уже догадался, что сейчас будет. А займемся мы центробежным литьем эпоксидной смолы. Соскучились по эпоксидной смоле. Сделаю пробную примерку. Стало любопытно, как это будет выглядеть. Ну что, огонь. Перед эпоксидной обязательно нужно деталь очистить и обезжирить. И теперь нужно иллюминаторы заклеить сверху скотчем, чтобы при вращении эпоксидка не вылетала. Замешиваю эпоксидную смолу литьевую. Я ее использую, потому что она очень прозрачная. Кому нужно показываю, я использую вот такую. Выточил заглушку и просверлил в ней отверстие. Через нее я буду наполнять эпоксидной смолой. И также через это отверстие будет выходить лишний воздух. Литьевая смола очень жидкая и можно использовать шприц для наполнения. Предварительно дегазировать эпоксидную смолу совсем не нужно. Все пузыри при центробежном вращении вытеснятся. Это уже проверено. Единственное неудобство для меня с этой эпоксидной смолой, что она полиримизуется часа 3-4. Так что ставлю вращение 630 оборотов в минуту и дополнительно еще буду подогревать немножко. Ну все ребята, по идее должно быть готово. Да, снимаю скотч. Пока выглядит вот так. Естественно эпоксидка повторила складки на скотче, но тело деталей имеет запас. И будет потом еще протачиваться, чтобы получились действительно прозрачные красивые окошки. И еще в конце отполируется. Пока получается какой-то богемский хрусталь. Сейчас попробую открутить заглушку и показать вам как получается внутри. Я оставлял как можно меньше резьбы, но все равно крышку открутить не смог. Эпоксидка протекла и склеила все. Поэтому откручиваем токарным способом. Покажу вам как получилось внутри. Видите как аккуратно внутренняя поверхность блестит. Но с размером не угадаешь. Так что придется обязательно еще протачивать, а потом полировать. А сейчас делаю обратную сторону детали. Возьмите посеребренные медные контакты с пятизаходной резьбой. Вот они идут сюда. И теперь нужно подогнать в размер, сточить лишнее. Пока имеем вот что. Нижняя часть почти готова. Осталось только сделать отверстие под кнопку. А вот эта часть с эпоксидной смолой должна еще минимум сутки полимеризоваться. Чтобы эпоксидка хорошо отвердела. Пока она такая резиноподобная еще и точить ее не получится. Ну и тем более отшлифовать. Так что отправляю ее на сушку. Для вас это произойдет незаметно. И продолжим токарную обработку. А теперь тонкая операция. Необходимо внутри и снаружи сделать отверстие для входа воздуха. Продолжение следует... Взomognить shame... Взophoneщик я Couldnы... Продолжение следует... Подобие метчика, чтобы нарезать резьбу под кнопку. По дюралюминию сойдет. Вот так получается. Признаю, надо было оставить тело детали чуть больше, чтобы можно было сделать углубление под кнопку. А так получается зазор. Век живи, век учись. Учту этот момент на будущее. Внутри деталь выглядит вот так. Эпоксидная смола отвердела. Последнее, что осталось сделать, это расточить деталь внутри. Под радиатор и снаружи. Пока не уйдут неровности. И отполироваться до прозрачности. Внутри я расточил. Осталось сделать то же самое снаружи. Детальool villя. Моя ребят и нержи. С mittlerweile даёт немного под названием. Ребята, все готово. Попробую вставить радиатор. Что творится? Очень красиво получается. Я доволен. С двух сторон нужно сделать аккуратные полукруглые пазы под провода. Деталь готова. Напомню, эта деталь будет соединять все воедино. Сюда вовнутрь будет вставляться медный радиатор. Сейчас я вам покажу. И немного протестируем. Отлично. Сейчас мы с вами проведем испытание, насколько хорошо просасывается воздух через радиатор. Хватает ли этих отверстий. С этой стороны накручу медные и посеребренные контакты. Попробую визуализировать с помощью дыма. Надеюсь вам видно. Дым всасывается через боковые отверстия хорошо. И проходит через радиатор. Тем самым охлаждая его. Очень доволен тем, что сегодня получилось. Достаточно тонкая работа. На высшем уровне все получилось. И немного подсобрал, чтобы вам показать уже будущий вид фонарика. Единственное, мне немного доработать нужно отражатель. Сделать выходные отверстия для воздуха. Подсоберу немного. Покажу вам уже предварительный вид. Я думаю вам будет интересно. Вот такие габариты. У фонарика достаточно длинный. Внутри 5 литий-ионных батареек. И в следующем видео будет подробная красивая сборка. Расскажу все характеристики светодиода. Подробно покажу, протестирую. Я думаю он уже будет работать в следующем видео. И радовать мои и ваши глаза. Может быть даже удивлять. Легко! На этом у меня все сегодня. Всем пока ребята. И скоро увидимся.